Ну что, ребята, я думаю, что довольно неожиданно было встретить меня в начале влога одну, но чуть попозже узнать почему, почему так сложилось. Здесь вот у нас спит наша Никиточка, не будем его будить, она отдыхает после стрима. А я, как видите, уже собралась, я уже готова на новые какие-то совершения, потому что сегодня у меня есть свои планы, девчачьи. Вместе с вами я отправлюсь сейчас на Северничанка, это будет такой квест для меня, потому что я должна поехать именно одна без Никиты. Я считаю то, что это будет мой такой экспириенс первый, можно сказать, за границей, потому что я до этого еще ни разу не выходила одна, ну вот из дома, чтобы куда-то добираться. Вот я сейчас собираю сумочку и буду уже выходить в такси, сяду и поеду. Это моя машина. Hi. Hello. Так, вот она как раз моя машина, все, мы сели. И поехали на место назначения. Если вы путешествуете один или одна, очень удобно. Если даже не снимаете байк в аренду, я, например, не вожу, мне нет прав водительских. Вот я спокойно заказала такси Граб, села в машину, указала адрес и спокойненько еду в пункт назначения. Лариса уехала на Северничанка. Я остался дома. Она забрала камеру. Я остался с телефоном. И она сказала, что поехала на Северничанка делать какие-то бьюти процедуры. И мне пришла гениальная мысль, а почему бы мне сейчас вместе с вами не отправиться в центре Ничанка в какой-нибудь барбершоп. А это что значит? Почему-то она может себе делать бьюти процедуру, а я не могу. Все-таки три месяца уже не стригся, вот как наше путешествие по Юго-Восточной Азии началось. И вообще многие писали, что ребята, верните формат лайфа. Информация, это конечно круто, спасибо, но давайте немножко лайфа. И поэтому сегодня будет влог, чисто в формате лайфа. Знаете, покажем нашу жизнь за кадром, как происходит все вот это вот внутрянка. Внутрянку покажем, отправимся, пострижемся. Я надеюсь, что постригут меня классно, потому что в Азии ребята достаточно стильные, девушки, парни. Отправимся и попьем с вами вкуснейший кофе, ну и куда-нибудь прогуляемся. Я скажу честно, каких-то идей грандиозных нету, просто вот сама жизнь. Жизнь будет течь рекой, короче, да. Давайте просыпаться и пойдемте умываться и пойдем, короче, гулять. Сейчас я отправляюсь на бьюти-процедуры, то есть это женский у меня такой сегодня день. Это впервые я еду в салон за границей. Последний раз я была в салоне еще в России, уже соскучилась, знаете, для женщин это важно. Ну вот, мы и прибыли на место назначения, я уже на севере Ничанга. Если честно, добралась буквально, не знаю, минут за 10, даже немножко пораньше приехала, но это хорошо. Знаете, сегодня такой квест получается, потому что у меня нет интернета. Сим-карту мы оформляли только Никите, мне не делали, потому что мы в основном путешествуем, ходим вместе везде, и даже вот если сегодня мне пришлось поехать куда-то одной, это не проблема, потому что везде можно подключиться к Wi-Fi и найти то, что вам нужно. Вот я сейчас буду искать вход, мне нужно найти третий корпус. Я не знаю, где находится, потому что я была здесь всего лишь один раз. Итак, мы попали вот в такой вот район. Здесь, смотрите, куча квартир, куча всего. Есть какие-то магазины, кафе. Более подробно мы показали в прошлом ролике, поэтому можете посмотреть. Я сейчас отправляюсь вот туда, вот третий корпус. Вот, как раз-таки мне нужно туда. Я специально нашла именно русскоязычный салон, чтобы, ну, знаете, довериться максимально. Я записалась на несколько процедур. Я записалась на лазер, потому что я делала лазер в России довольно долгое время, может быть, лет пять я его делала. Записалась на уход для волос, потому что волосы, знаете, в жарком климате терпят какие-то, знаете, испытания. Вот, и меня многие спрашивают, как я за ними ухаживаю, что я делаю. В общем, посмотрим. И еще записалась на наращивание синицы. Я обычно их не наращиваю, но мне захотелось попробовать. Я приехала в салон, который называется Эва. Вот, кстати, нас уже встречают. Эва. Здесь, я так понимаю, есть множество разных процедур. Вообще, многопрофильный довольно-таки салон, как я поняла. Здесь есть, мне кажется, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Не удивляйтесь, я с камерой. Да, меня зовут Лара. Я сегодня записываю на несколько процедур сразу. Первый у меня, по-моему, наращивание. Вообще, фильм – это очень сложный продукт творческого акта, и его сложность напрямую зависит от самого автора. В данном случае авторами нашего фильма являемся мы с Ларисой, и мы снимаем, по сути, наш фильм под названием «Жизнь». Короче говоря, я пришел в кофейню. Это кофейня СССР. Кто помнит, в прошлом выпуске я здесь уже был. Мы с Ларой показывали это аутентичное достаточно место. Очень колоритное. Поэтому, если вы еще не смотрели предыдущий ролик, обязательно смотрите. Вы там подробно рассказали, как здесь вообще живут наши соотечественники, и как во Вьетнаме вот эта вот вся обстановка состоит. Я пришел в кофейню, сейчас выпью вкусный кофе. Я заказал себе эспрессо. Я, потому что обожаю классику. Ну, кофе, не только. И сейчас моя задача – найти барбершоп, в котором меня должны, вроде как, постричь. Я надеюсь, что волосы мои не испортят. Ну все, теперь буду ждать начало своей процедуры. Я думаю, вам покажу потом, как тут все выглядит. Первое впечатление такое приятное. Сразу как будто показалось в России. Знаете, такое эмоции, такие ностальгии. Я, кстати, обратила внимание, что здесь есть такой журнальчик с прайсом на все процедуры. Давайте посмотрим. Смотрите, вот сегодня, получается, буду делать так-так-так-так-так-так. Вот наращиваю не ресницы, классическая. Я хотела попробовать, потому что ресницы я обычно не наращиваю. Но мне пообещали прям какой-нибудь хороший такой классный натуральный эффект. Думаю, что все хорошо получится. Лазер. Вот лазер. Будем делать бикини и ноги полностью. Кстати, цены довольно-таки хорошие. Даже вот по сравнению с российскими ценами очень даже хорошо. На Шри-Ланке было гораздо дороже. На лазер сходить я вот узнавала. Так, ну и сегодня я буду делать уход для волос. Вот что-то из этого. Я еще не выбрала что. То есть, я думаю, мне подскажут именно под мое состояние волос. Потом посмотрим. Здравствуйте. Еще раз покажете. Тогда, пожалуйста, на меня салон. Расскажете, как вот, когда вы открылись. Как вообще такая мысль, прошла идея. Меня зовут Дежит. Я руководитель и партнер салона Кресты Эва. Знаете, я на самом деле искала салон и нашла только один вот такой вот, чтобы именно работали наши мастера, потому что они все доверяют тем мастерам, которые во Вьетнаме работают. И это как будто бы единственный салон или все-таки что-то еще есть? На территории Невчанга, да, мы единственные в таком объеме, в таком масштабе. У нас очень большая команда. Мы много профильный салон. Мы закрываем все основные потребности всех девушек и женщин. Это лазерная апелляция, косметология, ногтевой сервис, парикмахерские услуги, перманент, тату, брови. Все, что нужно для красоты. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня ваш мастер это Максим. Здорово, приятно познакомиться. Меня зовут Лара. Приятно познакомиться. Так, все, значит, я стою здесь на ближайшее... Сколько, кстати, идет наращивание у нас по времени? Ну, классика где-то полтора часа. А, ну... А у вас тем более без снятий. Да, мне без снятий, так что на полтора часа я, значит, остаюсь здесь. Отдохну, потому что я сегодня спала 4 часа. Так что мне удастся даже выспаться, я думаю. Вот, так что начнем процедуру и уже с вами встретимся, посмотрим результат. Вообще, меня предупреждали, что во Вьетнаме достаточно сложно перейти дорогу, проезжую часть, но это нужно делать максимально быстро и уверенно, потому что вьетнамцы не дремлют, вьетнамцы не спят, если они вас задают, вы останетесь виноватым. Что касается воровства, во Вьетнаме воровство присутствует, но, слава богу, мы с Ларисой еще за этим не сталкивались, и я надеюсь, что не столкнемся. К чему это я говорю? К тому, что вот я иду с телефоном и, может быть, привлекаю внимание. Hi! Good morning! Да, это красавчик! Ура, мы наконец-то закончили! Все это, кстати, довольно-таки быстро прошло, было комфортно, удобно, с пледом. Вот, результат уже готов. Мне сделали... Так, давайте спросим у Шумаса. Скажите, пожалуйста, что мы сделали мне? Так, мы сделали лесу, скомминировали два изгиба, начали с С-шек, и на выходе закончили М-изгибом. Ну, в общем, планировали сделать 1D, но, получается, делали 1D, на выходе пошли побольше, и на 2D перешли, чтобы больше подчеркнуть эффект стрелочки. Эффект стрелочки. То, что вы можете оценить результат, мне очень нравится, потому что я люблю, ну, вообще, краситься, мне все это дело нравится, стрелочки рисовать. И, знаете, в жаркой стране, когда жаркий климат, может, то резко дождь пойдет, то еще что-то. Хочется, знаете, просто спокойно выйти на улицу, чтобы ничего делать не нужно было, и уже все готово. Вот, я считаю, что супер получилось. Так что я довольна. Ну, меня ждут следующие мастера. У меня сегодня такой день, получается, что все и сразу, поэтому, наверное, сейчас пойдем дальше. Добрый день, меня зовут Екатерина, я сегодня вам буду проводить процедуру лазерной интеракции. Супер, пойдемте, да, пойдемте, посмотрим. Я, на самом деле, лазер делала уже, я думаю, где-то на протяжении пяти лет я ходила, посещала, вот, мне нужно поддерживать мой эффект. Я уже не была на лазере примерно месяцев пять, вот, и мне очень важно делать зону ног и вот зону бикинь, так что мы сегодня начнем. Все мои вопросы практически ответили. Все, супер, я уже по привычке уже все знаю. Так, ну, в таком случае, я думаю, что мы не будем, наверное, показывать, как все это будет происходить. Вот, наверное, просто в конце поделюсь с вами вообще, как все прошло, было ли больно, было ли комфортно, и все потом расскажу. Стоит впечатление. А вот, кажется, и барбершоп, который мне нужен. Я, скажу честно, ни разу здесь не был, но давайте зайдем, спросим, сколько тут стоит фишка. How much higher cut? How much higher cut? 200. 200? Yeah. 200, да? 200 тысяч донг, да? 200. Ну, на самом деле, thank you, на самом деле это дорого, потому что можно найти за 100 тысяч, вот, потому что я уже, как бы, хоть и нигде не был, но проходил, присматривался, поэтому я, пожалуй, пойду дальше и сэкономлю 100 тысяч донг. 200 тысяч донг – это 600 рублей, это сколько? 7 долларов – это много, вот. Не подумайте, я просто лучше сэкономлю и постригусь за сотушку где-нибудь. Ну, вот и все, завершился наша процедура лазера. Я очень довольна, потому что я уже давно не делала, последний раз делала в России, и, знаете, все прошло очень комфортно. Мы познакомились, пообщались, спасибо вам, что все прошло так здорово, мило, душевно. Вот, было все супер, вообще не больно, так что, девочки, рекомендуем, приходите. По поводу результата я уже могу вам сказать уже позже, но, тем не менее, всем лазер делать советы, потому что, ну, мне кажется, это оптимальный вариант, особенно если в жарких странах, купальники и так далее, чтобы не мучиться. Просто лазер – это решение любой проблемы. Вот мы и сидим уже, мы приготовили уже, чтобы мы делали процедуру, вот спрашиваю, что же мне лучше сделать для моих волос? Ну, там, учитывая то, что был кератин до конца, в любом случае, их нужно немножко подвосстановить, потому что кератин – процедура, которая немножко подразрушает белок. Поэтому я предлагаю, сегодня надо сделать марокканойл, восстанавливающий уход, то есть запомнить волосы белком, чтобы они не были ломкими, и также немножко закроем увлажнение, для того, чтобы волосы были рассыпчатые и подвосстановилась в труппу. Да. Чтобы были галки. Запомните мои волосы дома, такие грязные, пушистые, вот, и что будет дальше, увидите через мгновение. Буквально стоило мне свернуть немножко с туристической улицы, я нашел вроде как местный барбершоп, где вроде как стрижка стоит 75 тысяч дом. Вот, то есть два раза дешевле. Мне нужно только здесь, 0, здесь нет. Да. Только здесь, окей? Да. Нет, мужик, я здесь полоски не делаю. Только здесь, 0. Так, как вам нравится, что ты делаешь? Да, это не только здесь. Только здесь, да, только здесь. Скин фай? Скин фай? Да. А вот здесь? Скин фай 0,5. 0,5, да. Да. Так, ты хочешь, хай фай или лоу фай? Да, лоу фай. Лоу фай, да. Это не только здесь, окей? Окей. Я все-таки решила вернуться к вам чуть пораньше, потому что смотрите, как интересно мне штуку сделали, мне нанесли какой-то первый состав. Вот, сейчас мы ждем 20 минут и нанесем еще один. И потом уже, я так понимаю, будем все это дело смывать, сушить и покажем конечный результат. Я думаю, что все получится супер, потому что мне вот такие штучки для волос, они очень нравятся. И всегда получается такой эффект роскошных волос. Вот, и мне этого в Азии не хватает. Так что посмотрим, что будет дальше. Дамы и господа, запомните меня, как Никита Сергеевича, вот таким. Я не знаю, что со мной будет через полчаса, но я надеюсь, что ребята меня поняли и сделают все четенько. Ну, они же сильные, я думаю, что все нормально. Тут все-таки серег такой присутствует в Азии. Вау, это просто роскошное. Кажется у волос, не побоюсь к слову, очень нежное, очень прям хочется их трогать, трогать. Такие прямые, блестящие, но красота. Прям супер, мне очень нравится. Спасибо вам большое, ручки золотые у вас. Не за что. Все супер. Сноситесь с удовольствием, приходите еще. И вы приходите. Да, и вы приходите. Так что, такая вот красота будет теперь меня радовать долго. Немножко даже страшненько, потому что у меня очень богатый опыт моей стрижки, моих стрижек, вернее. И бывали иногда случаи печальные, да? Но надеюсь, что все будет супер. Я надеюсь. Ну вот и все, собственно, закончился мой день женской красоты. Вот сейчас мне скажут цену, сколько у нас, получается, вышло вообще всего. Потому что это очень важно тоже знать девочкам, сколько примерно такой вот день будет стоить удовольствием. Так как у нас сегодня впервые, мы предоставляем вам скидку в размере 10% и с учетом скидки к оплате будет 2 миллиона 700 тысяч. Ага, 2 миллиона 700 тысяч. Так, это у нас скидка получается 10% это из того, что я как впервые пришла на процедуру. Все верно. А еще у вас есть какая-то скидка, если 3 процедуры сразу делается. Да, да, да. Это акция называется Beauty Day. При записи на 3 разные процедуры предоставляется также скидка в размере 10%. Также у нас есть скидка по предварительной записи. То есть, если вы запишетесь к нам сегодня на следующий визит, то в этом случае будет скидка 5%. А, ну, супер. Давайте тогда с вами сразу запишемся на следующий визит. Я думаю, что можно в следующем месяце, ну, может быть, ну, какое сегодня у нас число? Можно на 20-е примерно записаться. Спасибо этому салону, спасибо этому дню. Пойдем дальше. Нам еще надо встретиться с Никитой, узнать, что он делал. Но вы-то уже все это видели, потому что он должен был вставить все эти кадры сюда. Уважаемые дамы, даже не смейте мне писать, потому что мое сердце уже зайто. Короче, меня постигли, я не знаю, вроде нормально, вроде нет, пока что я не привык, у меня всегда такая херня, то, что когда я выхожу из парикмахерской, я сначала недоволен, но стоит немножко привыкнуть, и вроде все нормально. Но в целом-таки вот как-то так получилось. Даже укладки сделали, хотя я не просил, да, за 75 тысяч донг, в общем, обошлась мне вот эта вот стрижка, вроде как неплохо. Напишите в комментарии ваше мнение, как получилось, лучше было до или после, вроде как неплохо. Я, значит, как истинный джентльмен, опять купил Ларисе цветочки, чтобы сделать небольшой такой сюрприз, но опять же, не то, чтобы сюрприз, просто сделать приятное. и я думаю, что в течение полутора часов она уже должна закончить, поэтому я сейчас вместе с этим букетиком отправляюсь на север Ничанга, пешком туда идти примерно минут 40, может быть, больше, да, в своем темпе, думаю, за час управлюсь. Хочу сделать с ней приятное. Все-таки сегодня день такой красоты, она там в бьюти, и я в бьюти, и, короче, да, вот такой вот небольшой сюрприз. Я уже спустилась на первый этаж, хочу, чтобы уже встретиться с Никитой, наконец-то, за вкус. Это Никита! Ты что? Это сурью. Спасибо большое, спасибо. Как твои процедуры? Все супер прошло. Целый день я посвятила себе женской красоте. Наконец-то камеру передаю тебе. Никит Сергеевич врывается в объектив, так скажем, ну, как стать. Между прочим, прошло 6 часов, вся вот эта процедура ее заняли. Слушай, но ресницы прям шикарные, волосы шикарные. Что тебе еще сделали? Лазер. Лазер? Да. Серьезно? Ну, вообще великолепно. Да, я согласна. Волосы, потрогай волосы. Как тебе салон? Вообще шикарно. Знаешь, я как будто оказалась в России, и сразу такое... Ну, это, по сути, такая и есть, азиатская Россия. Да, во-первых, мне, знаешь, что понравилось? Самое главное, потому что наконец-то пообщалась с русскими ребятами. Их было очень много, и они очень... Ну, какая ты красавица. Чтобы была точно как королева. Королева красавица. Слушай, ну, отлично, отлично. Мне, конечно, как мужчине сложно посмотреть, как было до, потому что я не помню, но знаю, что стало лучше. Да, так что спасибо этому салону Эва. У нас наступил новый день, мы с Ларисой сейчас выдвигаемся на прогулку, решили просто пройтись по булочкам Ничанга, показать вам, как все это дело выглядит за кадром. Все-таки это видео сегодня у нас в формате лайв, поэтому, ребят, наслаждаемся, наслаждаемся обычной жизни молодых ребят, которые поехали путешествовать, имея в кармане всего там 700 долларов. Да, как-то так началась наша история еще со Шри-Ланки, когда в кармане у нас было действительно единственные 700 баксов. На самом деле, мы с Ларой еще будучи в России очень сильно мечтали оказаться во Вьетнаме, у нас эта мечта преследовала еще с прошлого года, но в любом случае мы ее реализовали. Сначала мы с вами поехали на Шри-Ланку, а у нас реально в кармане все было 700 баксов, тут последние 700 долларов. Нам тогда прям повезло с Шри-Ланкой, что были такие билеты выгодные, а потом повезло, что из Шри-Ланки тоже по выгодным билетам прилетели сюда, и здесь нам прям понравилось, хотим тут подольше остаться. Да, мы вообще с Ларисой мечтаем в дальнейшем купить здесь мотоцикл и отправиться покорять неизведанные просторы Ничанга уже на мотоцикле. Смотрите, у нас здесь возле отеля есть вот такие вот шейки, в которых можно купить жусики. По ценникам я вас сориентирую и примерно скажу, что от 30 тысяч донг будет стоить большой шейк. Вот, кстати, подороже, чем обычно мы берем фруктовые шейки. Здесь же у нас, смотрите, какая-то такая еда уличная, картошечка при цыпленок тут на гриле. Здесь такие вот гамбургеры, бургеры. Hi, how much? How much bread? А, смотрите, 22 тысячи донг. Но мы с Ларисой обычно ходим в наше любимое место, называется Bread number one. Сегодня мы, кстати, номер один. Он реально номер один во Вьетнаме, в Ничанге, там безумно вкусно и, что самое главное, что там готовят с любовью. Ну, а сейчас мы отправляемся в мое любимое место. Отправимся в гости к снеговику. Есть мое самое любимое, самое вкусное мороженое. Никита, хочу мороженое. Лара, я предлагаю нам сейчас с тобой зайти в мотосалон. Нам с Ларисой под прошлым видео писали, спрашивали, сколько здесь стоит мототехника. Вот поэтому мы с Ларисой пришли в такой мотосалон. Но, правда, здесь не совсем мотоциклы, тут больше скутеров. Они тут разные? Смотри. Извините, сколько это? 17 миллионов. Короче, 70 миллионов донг. Ларочка, ну, выбирай, как бы тебе больше всего нравится. Вот это, да? присаживайся, померяем, все ли совпадает с твоими пропорциями. Посмотришь, легкий он, нелегкий. 22 миллиона донг стоит вот такой вот байк, ларс, в рекой красивый. Да, очень классный, я бы сама на таком ездила. Почему-то тот стоит 70, а этот стоит 22. Или 220? Это 22. 22 миллиона донг, а? Ребят, как вам такой байк за 22 миллиона донг? И сейчас узнали, сколько стоит вот такой вот электровелосипед, электросамокат, хрен даже не знаю, чем, как это назвать. 30 миллионов донг. 30 миллионов донг, но вот этот вот мне больше понравился. Вот, как говорится, как накручивать подписчиков. Вот сейчас мужчина подошел, кто здесь работает, сотрудник, попросил, чтобы я показал ему наше творчество, чем мы занимаемся. Ну, короче, сейчас будем накручивать подписчиков в Вьетнаме. Мне кажется, это нам в Китае делать больше. Вот так вот. Плюс один подписчик в копилку. Как вы вот удивляетесь, так как мы так быстро с ларилсточкой набрали семь с половиной тысяч подписчиков за меньше, чем за три месяца. Да вот так и набрали. Подходили к каждому в Азии и просили, чтобы на нас подписались. Молодка. Моя любимая молодка. Вот то, что ты просила, дорогая моя. Мое любимое мороженое, оно самое вкусное, ягоды, прям. Молодец. Оно очень вкусно, оно с фруктами, да? С ягодами. А, с ягодами. Очень вкусно. Не, на самом деле, здесь варенье клубничное, прям вот, вкусное. Вкуснота. Да? Вообще, это идеальное место для детей, потому что, смотрите, тут много ребятишек, все радуются, такая, знаешь, детская атмосфера, я бы сказал, сказочная атмосфера. Ты бы сказала, что это самый настоящий кафе мороженое. По той дороге ходим? Нет, мы ходим вон туда, нам туда. По той дороге дороги параллельной этой. Параллельной дорогой. Нет, у тебя топографический кричинец. Ты каждый день там ходишь. Там туда. У нас с Ларисой возник спор, она мне подтверждает, что нам нужно идти ровно в противоположном направлении. Нужно вон там перейти в дорогу, пойти по противоположной стороне. Нет, нам надо туда идти. Параллельная улица. Да нет, женщина, ты не права. Нет, мы пришли оттуда, мороженое там, нам надо идти туда, нам туда. Ты хоть раз здесь ходил? Да, мы тут... Вот это метод. Да, да вот, мы здесь все время проходим, туда сворачиваем. У тебя топографический кретинизм. Ты не права, ну признай. Я. Да не правда, это не правда, это вранье. Ты это вранье. Ну скажи, что ты... Нет. Я оказалась права? Нет. Конечно. Это вранье. Это вранье чистой воды, ты не права. Она сейчас специально, до того момента, как взяла камеру, сказала, что я сейчас специально скажу, что ты не прав. Скажи, что ты не прав. Я была права. Нет. Потому что мы ходим попараллельно. Да не правда. Мы шли ровно по той улице, которую я показывал, в итоге пошли туда, куда должны были. Ладно. Еще мне вообще сильно смешно, потому что Никита говорит, у меня так болят ноги, отчего же у меня так болят ноги? Говорит, наверное, я слишком много хожу. А я говорю, Никита, такая, потому что он вчера со мной, он вчера со мной ханчал попу. У меня тренировка просто есть. Я предлагаю, сегодня? Слушна. Ой, у меня тренировка просто есть. Пилат, я говорю, позанимайся со мной. Он говорит, ну ладно. И мы там приседания делали, попу накачали. Стоп. Короче, я предлагаю нам сегодня сходить после нашей вечерней прогулки на массаж. Ног, хлеб, на массаж ног. В общем, с тобой сходим и отмассируем там все ноги. Чтобы у тебя ноги прошли, да? Ну, в общем, видимо, мои тренировки эффективны. Никита мне говорит, что за фигня ты занимаешься, ножки там поднимаешь. Я говорю, ага, ты попробуй. Да, я попробовал. Вот так вот и сделала. Я вот так вот так вот лёг вчера и вот так вот ножки, ножки, ножки качала. Знаешь, как это происходит? Наша задача с вами сейчас забраться на самый-самый верх этого торгового центра. Лотта называется. Мы там с Ларой все время ходим, закупаемся продуктами. Там должен быть корейский ресторан. Мы с Ларочкой там уже, ну, мельком проходили, мельком видели, но ни разу там не были. Вьетнамская, вьетнамская еда, скажу честно, она на любителя. Вот, мы с Ларой пробовали первые, наверное, два дня нашего приезда, нашего пребывания. Местные блюда. Местные блюда. Прикольно, но одного раза было достаточно, ну, пару раз было достаточно, да? Такая немножко специфическая еда. Поэтому мы с Ларой, поэтому мы с Ларой готовим сами, ну, как мы, она готовит. Да, я готовлю. Не, ну, подожди, омлет же я тоже готовлю? Тоже готовим, в этот раз. И нам будет интересно сейчас сравнить, как отличается корейская еда от вьетнамской. Я думаю, что отличается, ну, максимально отличается. Запах там такой стоял, вкусный. Я прям мечтала об этом месте. Хочу попробовать корейскую еду настоящую, так что идем. Смотрите, здесь такой эскалатор. Нам надо сейчас будет подняться на предпоследний этаж. Последний почему-то закрыт. Вот. Ну, короче, может быть, потом даже в боулинг заскачем. Здесь даже есть боулинг. Если у вас возникает вопрос, а что тут с детьми-то делать, в этом торговом центре Лотто есть развлекательные места, где есть этот боулинг. И там, по-моему, детская комната. Я хочу туда тоже зайти посмотреть. А вот место, про которое мы рассказывали. Здесь вот, смотрите, такой вот корейский ресторан. Ларочка, ну что, зайдем? А я не про это. Нет? Здесь сам ты должен готовить. Тут есть корейский район. Тут идешь сам, садишься, подготавливаешь. Ну, пойдем посмотрим. Кстати, популярный. Нет, да? Пойдем посмотрим. Мне интересно, если ты говоришь, готов, что можно самим готовить. У меня есть меню? Нет, это букфей. Букфей? Да. А, смотрите, здесь такой вот буфет. Вы приходите, платите какую-то стоимость. Наверное, здесь депозит. Я не знаю, может, долларов 10, да? И просто ходите, накладываете, что вам нужно. Вот тут какие-то штуки интересные. Между прочим, тут вот овощные салаты, овощи, фрукты. Здесь на выбор есть рамен. А, рамен, да? Ну, это, скорее всего, вьетнамский, не корейский рамен, хотя не знаю. Это корейский. Это все корейское? Это здесь какие-то импланты лежат, или что это? Роллы. Роллы. Роллы, да. Очень удобно. А ты разве не про это заведение говорила? Я просто другое хотела. Ладно. Выше подняться, там еще одно. Я просто, если честно, я просто сама делаю. Кейхалон, да? Приходишь. Нет, с одной стороны, это удобно. То есть ты пришел, заплатил деньги, поел. Мы с Ларой поднимаемся сейчас на предпоследний этаж. Ты говоришь, там должен быть корейский ресторан, да? Если вы задаетесь вопросом, что делать, если у меня двое детей, куда мне их привезти, чтобы они отдохнули, но я как мать или как отец отдохнул от них, приходите в лото. Здесь есть такая детская развлекательная комната. Тут всякие автоматы, аппараты, можно поиграть. Очень большой выбор здесь разных штук для детей. Был бы мне лет 9, может быть, я бы был радостный, кричал о счастье, пришел. Хотя вот, между прочим, тут ребята постарше играют, да? Наверное, два братика. Смотрите, в общем, какие-то тут аппараты интересные, детские, развлекательные. Тут даже есть такой настольный футбол, настольный хоккей, можно поиграть. Но самое, наверное, главное, это здесь такая есть прямо непосредственно детская комната, куда можно привезти своего ребенка, тут его оставить на какое-то время и пойти заниматься своими делами. Смотрите, здесь даже есть караоке. Ларочка, я предлагаю зайти и спеть нам какого-нибудь Михаила Круга. Садись, садись, присаживайся. Не важно, присаживайся. Давай, присаживайся. Сейчас мы с тобой возьмем и споем что-нибудь, как у меня болят ноги. Бери микрофон. Ничего страшного, бери микрофон. Куда нажимать? Во, можно в Ютубе, что ты мне рассказываешь? В Ютубе. Так. Что делать? Ну ладно, просто бери микрофон и просто пой. Пой песню. Да, да. Я знаю. Так что, давай споем. Ну так выбирай. Так, тут как оплачивать? Куда вставлять деньги? Здесь оплата по QR-коду, но мы с Ларисой не имеем вьетнамской карточки, поэтому мы не сможем с тобой спеть. Но ты можешь просто взять микрофон и начать что-нибудь петь. Читать что-нибудь, читай, давай. Дай мне белые пылья, утопаю, я не знаю слов. Вот про это ресторан я говорила. Здесь прям настоящая корейская кухня. Какие-то такие вот менюшки, но я не знаю, надо посмотреть подробнее. Давай сядем за стол и посмотрим. Давай возьмем меню. Два меню возьму. Давай, пойдем. Куда сядем? Давай подальше. Давай подальше. Давай не туда. Очень. Я прошу заметить, что здесь очень вкусно пахнет. Ага, очень вкусно. Мне именно запах. Знаешь, как атмосфера, как в столовой. Может куда-нибудь в Губик отдалимся? Или где? Туда, мы и так в Губик. Никите все хочется отдалиться. Я подскажу честно, я не знаю, вкусно здесь или невкусно. Мы с Ларой здесь ни разу не ели. Давайте пробежимся по корейской еде, посмотрим, что тут продается. Рамен, какие-то штуки непонятные. Единственное, что вот я вижу, какие-то спагетти, сыром, хотя, по-моему, это просто картошка. Ну, не важно. Что есть надо? Я думаю, что тебе все что угодно. Выбирай самое красивое и заказывай. Нам с Ларисой принесли наше блюдо. Я заказал себе свинину с овощами, как оказалось. Ну, Лара сказала, выбирай вот что самое яркое. Я просто пальцем тыкнул и заказал. Даже не знал, что это такое. А оказалось, что это свинина. Вот свинина находится в самом низу пищевой цепочки, но ничего страшного. Я люблю свинину. Лара заказала себе что это такое? Я не знаю. Нет, это стеклянная лапша. Стеклянная лапша с овощами, с грибами. Да, еще нам принесли такой кимчи. Я очень сильно хочу попробовать. Мы с Ларисой пробовали кимчи во Вьетнаме. Мне вообще не зашло, потому что как-то это дело все было безвкусное. Как будто мы находимся с тобой в Корее. Ну, это же корейская еда. Так, а здесь мне принесли вроде как рис. Да, это рис. Смотрите, я думал, может быть сюда надо выложить или вот так сделать, не знаю. Еще мы с Ларисой заказали, ну, просто попробовать, продегустировать. Как это называется? Сочу или соку? Короче, такой вот настоящий корейский напиток. А вот это не мясо? Нет. Вот это. Ну, кудай попробую. Это мясо. Ошибочка вышла. Надо заказывать еще. Ну, ничего, зато Никита наестся. Я на самом деле подходил, спрашивал специально для Ларисы без мяса, но проблема в том, что они английский язык вообще не знают. Если я его не знаю, то они вообще подобно его не знают. Давай закажем что-нибудь без мяса, хотя вроде как без мяса было блюдо, но ладно. Но зато я больше наемся. Короче, вроде как выкрутились из ситуации, к нам подошла девушка. Я хотел оставить честно блюдо себе, но она сказала, давайте просто вам переделаем без проблем. Вроде как они нас поняли. Проблема в том, что они просто, ну, английский не знают, и для них слово meat звучит как что-то невероятное, вот, и поэтому они не поняли. Попробуем эту штуку. Вот такой вот корейский напиток, национальный. Давай, Ларочка, ну, просто мы решили продегустировать. Они вот так вот по чуть-чуть наливают, я просто видел в передачах. Вот так вот наливают. Давай, понюхаем. Не, не, на платье наливают. Вань, не, не, знаете, пахнет, знаете, чем? Пахнет водой, и вообще ничем не пахнет. Ух ты ж, ёбра, саде. Что, это крепкое? Это прям водка. Реально? Серьезно? Ты что заказал? Я не знаю. Чего я так много еще добавила? Это прям водка. Да пахнет, водой пахнет. Это прям водка. Ну, понюхай, спиртом же вообще не пахнет. Я попробую, говорю, это прям водка. Да это не водка, это вода. Это водка. Это не водка. Это прям водка. Нет, это не водка, просто... Да это не водка, это вода. Во-первых, она делается на основе водки. Ну, там есть такая небольшая нотка, нотка спирта, но... Во-вторых, там, ее пипец как чувствуется, она обжигает язык. Ничего, не знаю. У меня ничего не обжигает. Давайте, чтобы не спорить, просто посмотрим, сколько здесь градусов. Ну, сколько? 16,5 градусов. Нига себе. Ну, а водки 40, наверное, или 45. Кимчи. Это традиционная корейская закуска. И они ее сами делают дома. Покупают, засаливают или как это делается. Не знаю, как правильно говорить. Маринуют, короче. Да. И это очень полезно для здоровья. Поэтому все ее едят. Его, ее кимчи. Она вкусная хоть? Я просто, мне вообще не понравилась. Попробуй его запустить рисом. Давай я попробую. Это вот с бобами, это же бобы. Нига. Че? Замеру ложечку риса. Запивай своей водкой. Стой, дай я тоже попробую. Это бобы какие-то. Это рыба. Я не знаю, это же какая-то херня. Лар, куда ты меня привела? Блин, лучше пошли, поели бы в нормальном этом. Да не, на самом деле прикольно. Я вкусилась. Необычно, да еще водкой запили. Не, на самом деле, водка понравилась? Это кимчи. Да она, согласись, она как вода. Не, я не могу даже их не попробовать. Не знаю, не такая она и противная. Что это такое? Ну, давай. Это реально рыба, смотри, танчоуса. То есть мне не показалось. Это рыба с бобами. Попробуем. Ну и, кстати, необычно, да, вот вкус сочетания. Попробуем еще свинину. Свинина очень нежная. Прям очень хорошо вписывается, но очень жирненько. То есть я такое не рекомендую на постоянке пробовать, потому что очень жирненько, и желудок вам скажет до свидания. Ларисе принесли ее блюдо уже без мяса, с овощами, с... Что это, грибы? Как тебе? Очень вкусно. Не нравится. Слюней не видно там? Нет. Я перемешала в любом случае. Никита хочет взять свой филоск. Образный. Не, я... Образный. Короче, да, Лара все-таки была права, потому что она вот... Это водка. Не сильно алкогольная, но я вот... Я был человек особо не пьющий, я сделал две рюмки, и мне уже все, мне хватило, поэтому эту штуку я оставляю здесь. Мы не будем, я. Кого нахер мне не нравится? Она реально? Не, вот вообще крепкие. Я говорю, Никита, ты сейчас свою ножками расскажешь, что это реально похоже на водку. Он говорит, да, я больше не буду. И я говорю, ты красный, как помидор. На самом деле, вот я еще раз попробую. Ребята, прям, это прям разбавленная водка. Прям, знаете, как бы... Как это? С водой немножко разбавили водку. Прямо 100%. Мне не нравится. Это именно этот... Это как раз и есть традиционный напиток. Вот. 120 тысяч тонн княжалок потепить. Это ладно. Дала я шучу. Это ладно. На самом деле традиционный напиток, и обычно есть такие фрукты с фруктами, с соком. Тебе нашли какой-то отель... Ой, коктейль-отвертка. Это же такое. Коктейль. В общем, отвертка. Название такое. А кто это знает? Пробую. Вот. Короче, ребята... Это прям водка с водой разбавил. Пробую еще. Может, не распробовала? Да, Сань. Вот. Ну, вообще вкусно. Да, нравится? А мне нет. Мне вообще не нравится, потому что... Ну, скажу честно... Честно, да? Мне не нравится, потому что еда для меня очень жирная. И... Слишком мало риса, потому что свинины много. Она сама по себе и так, как мясо, очень жирная. И плюс здесь очень много масла. И желудок, мне кажется, потом скажет до свидания. Поэтому я не рекомендую. Беру свои слова назад. Поначалу мне понравилось. А сейчас мне вообще не понравилось. Я даже это доедать не могу, потому что реально для меня прям это очень жирно. Посмотрите, сколько масла. Но я знал, куда я иду. Я знал, что, в принципе, в Азии это достаточно жирненько готовят, но я не рекомендую. И... Вот это вот саки. Как она там называется? Если только попробовать, продегустировать. Поэтому вот мы и заказали, чтобы просто продегустировать. Первая рюмка еще на ура зашла. Вторая тоже хорошо. А потом я понял, что Ларисочка была права. Мы с Ларисой все-таки приняли решение прийти в Лотте и купить газированные напитки, потому что хочется все это масло из себя смыть внутри. Смотрите, к теме о еде. Здесь очень удобно, что в Лотте очень большой выбор еды. И стоит все дело какие-то копейки. То есть вот такая вот порция еды стоит где-то примерно 85-87 рублей. А мы с тобой примерно на полторы тысячи где-то поели. Никита сказал, что это гораздо. Гораздо, да. Вот эта еда, которая продается здесь, я пробовал просто вот такие наборы покупал пару раз. И честно скажу, здесь гораздо-гораздо вкуснее и гораздо дешевле. Вот смотри, такая порция стоит 35 тысяч тонн. Это примерно, ну, 100 рублей. Да, тоже свинина, рис, овощи. Но все дело не такое жирное. Ну-ка дыхни на меня. Эй, у тебя прям водка несет. Серьезно? Мы с Ларисой немножко так подустали и к теме этого видео решили наконец-то, спустя месяц нашего пребывания во Вьетнаме, да, посетить спа-салон. Вернее, посетить массаж. И фут-массаж стоит 150 тысяч тонн. Ларочка, этот день специально для тебя. Давай зайдем. Нам делают массаж ног. Ну, и пока что начнем с массажа ног, а там будет видно. Уменитый фут-массаж. Два человека. Да. Сколько? У меня фут-массаж 60 минут, я испарю 100. Короче, 60 минут, 220 тысяч тонн. Окей. Потихонечку идет подготовка. Попросили, чтобы мы разулись, сняли обувь. Смотрите, нам принесли какой-то такой таз, ну, или кувшин с водой. Делается, наверное, для того, чтобы ноги распарить, чтобы отмыть ноги, там, я не знаю. Очень, очень комфортно, такая вода горячая, расслабление такое сразу. Особенно, когда долго ходишь. Наша процедура начинается. Мне начинают уже массировать ноги. И я не знаю, наверное, все-таки стоило приходить в шортах, потому что в джинсах все пережато. Ну, я не знаю, наверное, у меня не получится расслабиться, но там посмотрим. Ларочки вон все прикрыли, платье, как полагается, да? Потому что будут заходить все выше-выше, выше-выше. Выше-выше. Они наносят какой-то специальный, наверное, гель. Я надеюсь, что он разогревающий. Хотя это просто масло. Достаточно ароматное. Достаточно ароматное. Ну, наша задача сейчас расслабиться, получить максимальное удовольствие, если у нас, конечно, это получится. Ну, и, как говорил Лар ранее, я боюсь щекотки. И, главное, не смеяться. Вот так скажем. Я представляю, Никита будет трястись, и говорит, ааа, хватит, я щекотки боюсь. Ну да. Потому что он очень сильно боится. Ларочка, ну как тебе? Очень нравится. Кайфуешь? Угу. Наслаждаешься? Да. Ты этого хотела? Да. Все отлично? Угу. Чувствуете профессионализм? Да. Правда? Да. Ты получаешь максимальное количество удовольствий? Да, особенно горячая маска нравится. Я не сдержался и поддался соблазну этой маске. Вот, она не успела остыть, в общем, я ее надел. Вы знаете, я вот вначале сказал, что здесь довольно холодно, но как только начали массировать ноги, сразу тело стало очень горячим, знаете, будто бы тебя кинуло в жар. Вот примерно такие ощущения я сейчас испытываю. И, несмотря на то, что изначально здесь было очень холодно, сейчас довольно жарко. Ого, говорю, как кровь побежала. Ты чувствуешь все ноги? Я чувствую, знаешь, я чувствую максимальное сейчас расслабление. Максимальное. Вся процедура массажа вышла в 400 тысяч донг. Нам еще сделали скидку, потому что изначально цена была 440. Нам, получается, сделали 40 тысяч скидку. Это, кстати, очень хорошо. Рекомендую еще раз это место, локацию оставлю в описании. Так что приходите, наслаждайтесь, потому что ноги сейчас, знаете, такие легкие, очень легкие, и хочется просто лететь. Лететь куда-нибудь, дальше снимать для вас контент.